Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости канала! Приветствую вас всех! Сегодня вам хочу представить мою самую любимую и самую красивую розу Пьер-де-Рансар. А в саду растет очень много роз. Место для нее я выбрала около Перголы с юго-восточной стороны. Люблю сидеть за столиком здесь утром и по вечерам за чашечкой кофе. И я решила, что Пьер-де-Рансар будет в поле моего зрения. Кроме Пьер-де-Рансар, вокруг Перголы посажены и другие плетистые розы ее подружки. И о них тоже я вам сегодня расскажу. Вот такие чудесные виды открываются, сидя за столиком под Перголой. Слева от Перголы находится клумба с желто-розовыми розами, которая плавно переходит во входную клумбу с хвойной композицией. И уже видна правая сторона Перголы, а справа находится клумба с вигелами и пионами. Пионы уже отсвели, и я их обрезала. Но вот так выглядела эта клумба еще 28 июня. И вот мы вернулись опять к Перголе и к Пьер-де-Рансар. Выведена эта красивейшая роза в 1985 году во Франции компанией «Миян». Названа в честь поэта 16 века Пьера де-Рансара. У этой розы очень много наград. А с 2006 года она находится в Зале славы Всемирной Федерации Сообществ Розоводов. Второе ее имя – Эден Роуз. Именно с этим именем она и взошла на Олимп. Представляете, как долго она продвигалась? С 1985 года и, наконец, поднялась на ту ступень, которую заслуживают, лишь только в 2006 году. Растет в саду с 2017 года. И первоначально ее высадила с северной стороны Перголы. Ей там не понравилось. Она реальная южанка. Относится она, если вы посмотрите в ее описании, к шестой группе морозостойкости – минус 23 градуса. И реально это так. На зиму я ее всегда укрываю двумя слоями спонбонда 60 микрон. И высоко окучиваю, где-то 30-40 сантиметров. И это несмотря на то, что я ее пригибаю. Сад находится на севере Московской области. И у Пьер-де-Рансар, у меня в саду, вызревают только те побеги, которые она дает в самом начале сезона. Которые чуть позже, допустим, она даст уже в июле. Эти побеги не вызревают. Сами побеги у Пьер-де-Рансар достаточно жесткие. Но если начать пригибать их заранее, можно хорошо наклонить розу, чтобы укрыть на зиму. В прошлом году она дала больше базальных побегов. А в этом году всего лишь один базальный побег. Побеги у плетистых роз старятся где-то к пятому году жизни. Думаю, до этого времени у нее будет еще много базальных побегов. Высота Пьер-де-Рансар на сегодня ее вот самого длинного побега 160 сантиметров. Чаще всего побеги приходится срезать раньше времени только потому, что они могут замерзнуть. Если бы сад был на юге, вряд ли бы это случилось. Пьер-де-Рансар хороша и тем, что во время цветения она сплошь усыпана цветками. Бутоны у Пьер-де-Рансар округлые, зеленовато-кремовые. По мере раскрывания начинает виднеться розовая середина, которая у полностью раскрывшего цветка нежно-розовая. Окружающие лепестки кремово-зеленые. Сама форма цветка у Пьер-де-Рансар чашевидная. И если вы присмотритесь, вы увидите, что вот середина цветка у нее свернута, как будто по спирали. И вот с этой спирали она красиво начинает раскрываться. И один цветок, когда я вот смотрю на все цветки вместе, один не похож на другой. Хочется все время любоваться, любоваться, любоваться. Глаз перескакивает у меня с одного цветка на другой. И так бесконечно. Цветки у Пьер-де-Рансар в этом году особенно крупные. Наверное, потому что она возрослела за 12 сантиметров. Они огромные. Дождь кратковременный. Цветки переносят хорошо. Но если вот долгие, затяжные дожди, конечно же, они портятся. Аромат слабый, фруктовый. Фрукты чувствуются в жаркий день. Вот если, опять же, жара и долгие-долгие солнечные дни, как вот в прошлом году, до 35 градусов, то тогда цветки становятся абсолютно бледные, кремовые. Но небольшую жару, как в этом сезоне, 30 градусов, роза переносит абсолютно нормально. Цвет она свой не потеряла. Но она же родилась на юге. Пьер-де-Рансар, как и все остальные розы в саду, я регулярно обрабатываю от вредителей и болезней. Где-то через 14-20 дней. Но если вдруг какая-то экстренная ситуация, а так бывает, допустим, тля или еще что-нибудь, конечно же, приходится делать внеочередную обработку. Получаю пьер-де-Рансар и питание в виде минеральных удобрений. Первый раз в момент, когда просыпаются почки. Комплексом весна-лето. Это бывает или фертика, или буйские удобрения. Следующая подкормка уже специальным комплексом для роз. Первый раз фертика даю в момент, когда куст зазеленел, листья развернулись. И второй раз опять же фертикой в момент бутонизации. И это все подкормки до момента цветения. И следующая подкормка теперь опять же фертикой для роз будет после цветения. И начиная с августа, пьер-де-Рансар, как и все остальные розы в саду, будет получать калийные удобрения. Или калий-магнезию, или эко-калий. Вот эти удобрения я использую. Как срочная помощь розам, всегда у меня на готове жидкое удобрение для роз фертика. Объясню, почему я его держу. Я всегда осматриваю все свои кусты роз, смотрю на цвет листьев, на цвет бутонов в момент, когда они разворачиваются. И если вдруг что-то мне не понравилось, я считаю, что нужно немножко добавочное питание и нужно срочно. Тогда я развожу жидкое комплексное удобрение и даю подкормку конкретно добавочное одному единственному кусту розы, который в этом нуждается. Чтобы цветки были более яркие, можно также дополнительно комплексному удобрению подкормить сульфатом магния. От этого вреда не будет. Именно магния отвечает за яркость и цветков, и листьев у растений. Ширмы для прекрасной Пер де Рансар и ее подружек служат красные плетистые розы. Их здесь три. Это Дон Жуан и два куста Симпатии. Дон Жуан растет в виде куста, цветет одиночными цветками и в соцветиях. Очень красивые у нее бархатистые цветки. Симпатия в этом году цветет феерично. Очень хорошо перезимовала. Длинные плети за два метра. Охапки цветов. Цветет она в основном в соцветиях. В соцветиях больше семи-восьми цветков. У Симпатии нежный аромат розы. А так как цветков очень много, очень и очень этот аромат в жаркий день чувствуется. И Симпатия дала уже базальные побеги. Посмотрите, какие они высокие. Вот эти базальные побеги точно дозреют и перезимуют. Сейчас мы с вами пойдем на экскурсию вокруг перголы и посмотрим на оставшиеся розы. Непосредственно рядом с пердорансар высажены только светлые сорта. Те, которые цветут, о тех, которые цветут я расскажу. А вот с противоположной стороны, по диагонали, самая первая высажена флорентина. Это ярко-красная роза. Она только начинает цвести. Обычно ее цветки собраны в соцветиях. Соцветиях больше 20 бутонов. Но у меня флорентина замерзла в прошлую зиму. Я ее сильно обрезала. И после вот такой стрессовой ситуации, вот в новом сезоне, у нее больше одиночных бутонов. И в соцветиях по 3-5 бутонов. Цветки у флорентины чашевидной формы, без аромата. Это роза морозоустойчивая. А в том, что она замерзла, моя вина. Я ее оставила зимовать вертикально. А уже в этом сезоне, наученная горьким опытом, опять вернулась к зимовке по-старому. Укрыла, пригнула, укрыла. И прекрасно она, как видите, перезимовала. И уже дала базальные побеги. Высота их около 160 сантиметров. Вот они сейчас как раз хорошо видны. Вот эти ее новые длинные базальные побеги. Чтобы плетистая роза стала плетистой, на это уходит минимум 3 года. Вот такая она была в 2019 году. И нашла вот архивное фото с ее соцветиями. Вот от долгих дождей начинают цветки портиться. Но в любой ситуации, это замечательная роза. Посадите ее в саду. Будет вас только радовать. За флорентины розана только готовится к цветению. И начала цвести ню дон. Я ее тоже коротко обрезала в прошлом году. Но в этом году она тоже уже вся в бутонах и начинает цвести. Так что на следующий год не только будет большая пердерансар, но и ню дон, и флорентина, и розана. Не знаю, любите ли вы покупать розы в горшках микс. То есть неизвестный сорт. Вот я купила такую розу плетистую. И вот что из этого вышло. Очень красивая роза. Я поискала по фотоопределителю. Он выдал мне, что это Хендель. Возможно, кто-то ее узнает. Она еще совсем молоденькая. Ей пошел третий год. И только в этом году появились такие длинные, высокие побеги. Если кто-то узнал эту розу, напишите мне, пожалуйста. Перед вами Илзе Крон Супериор. Ей пошел третий год. Цветки у нее густомахровые. Середина цветка кремово-желтая, а сами лепесточки молочные. Имеет очень приятный аромат розы. Вот так выглядят цветки в полураскрытии. И сейчас вам покажу при полном раскрытии. Вот такие чудесные цветочки. Уилзе Крон Супериор. И справа от Пердеросар высажены два куста белых роз. Тоже молодые. Им пошел, да, тоже третий год. Но пока они еще не цветут. Один из них неизвестный сорт. Я люблю так покупать. А вторая это Аляска. Густомахровые цветки белого цвета. Дорогие друзья, мой рассказ подошел к завершению. Рассказала вам сегодня о моей любимице Пьерде Рансар. О ее подружках, о ее окружении. О небольшой зоне в моем саду. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч. Всегда вам рада. Соглядывайте почаще в мой сад. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok